Грунтовые катки бумаг массой более 10 тонн серии D5. Использовать индивидуальные средства защиты – каску, наушники, защитные перчатки и т.д. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, органами управления и принципам работы машины, а также с участком работы. Перед началом эксплуатации необходимо провести осмотр подкапотного пространства, а также проверить уровни технических жидкостей. Для безопасности проведения работ фиксируем капот в сервисном положении. Показано расположение контрольных меток, а также заливных отверстий. Проверка уровня гидравлической жидкости. Понятная индикация. Выключатель массы. Удобно расположенная горловина топливного бака. Проверка герметичности крышки топливного бака и отсутствие протечек топлива. Проверка масла в двигателе. На щупе оно должно находиться в допускаемом уровне. При необходимости доливаем недостающий объем. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Большие и легко читаемые индикаторы указывают допустимый уровень. Для закрытия капота предусмотрен удобный ремень. Для входа в кабину машины предусмотрены удобные ручки и лестница. Регулировка посадки для комфортной работы. Для безопасности работы используется ремень безопасности. Настройка сидений оператора для комфортной работы. Настройка положения рулевой колонки. Проверка положения аварийного выключателя. Рекомендуется запускать двигатель в режиме эко. После включения зажигания необходимо дождаться, пока погаснут контрольные лампочки на приборной панели. Можно запускать двигатель. Выбираем режим движения. Переводим рычаг движения в рабочее положение. Двигая рычаг движения от себя, машина начинает движение вперед. Двигая рычаг движения на себя, машина начинает движение назад. Внимательно изучаем функционал кнопок на рычаге. Звуковой сигнал. Включение вибрации. Кнопки управления бортовым компьютером. Покидаем рабочее место, также используя ручки и лестницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова